О дарах Духа Святого Если бы не было Духа Святого, то мы не могли бы назвать Господом Иисуса, потому что никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым. Если бы не было Духа Святого, то мы, верные, не могли бы призывать Бога, а мы говорим «Отче наш, и же еси на небесех», как не могли бы мы называть Иисуса Господом, так не могли бы называть и Бога Отцом. Откуда это видно? Из слов того же апостола. «А как вы сыны», — говорит он, — «то Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего, вопиющего Авва Отче». Итак, когда ты называешь Отцом, то помни, что ты удостоился так называть Его потому, что Дух движет душу твою. Если бы не было Духа, то в Церкви не было бы Слова премудрости и ведения. Одному дается Духом Слово мудрости, другому Слово знания. Если бы не было Святого Духа, то не было бы в Церкви пастырей и учителей, потому что и они поставляются Духом. Как и Павел говорит, Дух Святый поставил вас блюстителями, пасти Церковь Господа и Бога. Видишь ли, что и это от Духа? Если бы не было Духа Святого в нашем общем Отце и Учителе, то, когда незадолго пред Сим Он входил на это священное возвышение и преподал всем вам мир, вы не ответствовали бы Ему все вместе и Духови твоему. Посему не только тогда, когда Он восходит сюда и беседует с вами или молится за вас, вы произносите эти слова, но и тогда, когда Он предстоит пред этой усвященной трапезой, когда намеревается принести страшную жертву, посвященные в тайны знают, о чем я говорю, Он не касается предлежащего прежде, нежели и спросит вам благодать от Господа, и вы ответите Ему и Духови твоему. Напоминая себе этим ответом, что Сам Присутствующий ничего не совершает и что предлежащие дары совершаются не человеческим естеством, но благодать Духа, присущая и на все нисходящее, уготавляет эту таинственную жертву. Хотя присутствует человек, но действует через него Бог. Итак, не смотри на природу видимого, но представляй благодать невидимую. На этом священном престоле не совершается ничего человеческого. Если бы не присутствовал Дух, то и не существовала бы и Церковь. Если же Церковь существует, то очевидно, что Дух присутствует. Почему же, скажешь, не бывает ныне знамений? Здесь слушайте меня со вниманием. Я от многих слышу этот непрестанный всегдашний вопрос. Почему тогда все крещаемые говорили языками, а ныне уже нет? Наперед узнаем, что значит говорить языками, а потом скажем и причину. Что же значит говорить языками? Крещаемый тотчас начинал говорить на языке индийцев, египтян, персов, скифов, фракийцев, и один человек получал многие языки. И если бы эти, крещенные ныне, крещены были тогда, то ты тотчас услышал бы их говорящими разными языками. Павел, говорится в Писании, найдя некоторых крещенных крещением Иоанновым, сказал им, «Приняли ли вы Святого Духа, уверовав?» Они же сказали ему, «Мы даже и не слыхали, есть ли Дух Святый». Он тотчас поверел им креститься, и когда Павел возложил на них руки, не шел на них Дух Святый, и они стали говорить иными языками и пророчествовать. Почему же ныне прекращена и отъята от людей эта благодать? Не потому, чтобы Бог хотел унизить нас, но потому, напротив, что оказывает нам великую честь. Как? Я скажу. В то время люди, недавно отставшие от идолов, были более несмысленны. Ум их был еще очень туп и груб. Они были преданы и изумлялись всему вещественному. У них еще не было никакого понятия о дарах бестелесных, и они не знали даже, что такое благодать духовная и созерцаемая одною верою. Поэтому тогда и были знамения. Одни из духовных дарований невидимы и постигаются одною только верою, а другие обнаруживаются и в чувственном знамении для удостоверения неверных. Например, отпущение грехов есть дело духовное, есть дар невидимый, потому что мы не видим телесными глазами, как очищаются грехи наши. Почему? Потому что очищается душа, а душа не бывает, видимо, телесными очами. Итак, очищение грехов есть дар духовный, который не может быть заметен для телесных очей, а способность говорить разными языками, хотя так же происходит от духовного действия духа, однако представляет знамение чувственное и удобозримое для неверных. Язык, слышимый вне, есть обнаружение и показатель действия, происходящего внутри души, то есть невидимого, посему и Павел говорит, каждому дается проявление духа на пользу. Итак, я не имею ныне нужды в знамениях. Почему? Потому что и без дарования знамений я научился веровать во владыку. Неверующий имеет нужду в залоге, а я, верующий, не нуждаюсь ни в залоге, ни в знамении, но хотя я и не говорю языками, однако знаю, что я очищен от грехов. Те тогда не поверили бы, если бы не получили знамения, поэтому им и давались знамения, как залог веры, которую они веровали. так что знамения давались им не как верным, но как еще неверным, чтобы они сделались верными. Так и Павел говорит, языки суть знамения не для верующих, а для неверующих, пророчества же не для неверующих, а для верующих. «Видите ли, что прекращение знамений служит доказательством не того, что Бог унижает нас, но того, что Он оказывает нам честь? Он сделал это, желая показать веру нашу, что мы веруем в Него без залогов и знамений. Те, если бы наперед не получили знамения и залога, то не поверили бы Ему в невидимом, а я и без этого показываю всю веру. Вот причина, почему ныне не бывают знамения». Хотел бы я сказать и о причине праздника и показать, что такое Пятидесятница, почему в этот праздник подан дар, почему в огненных языках и почему через десять дней после Вознесения. Но вижу, что поучение слишком затянулось, поэтому прибавив немногое, окончу речь. При наступлении Дня Пятидесятницы явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, не огненные, но как бы огненные, чтобы ты не подозревал в духе ничего чувственного, как на струи иорданские он сошел не голубем, но в виде голубя, так и здесь, не огнем, но в виде огня. Так же и выше сказано шум как бы от несущегося сильного ветра. Не шум ветра, а как бы от несущегося сильного ветра. Почему Езекииль получил дар пророчества не посредством подобия огня, но посредством книги, а апостолы получают дары посредством огня? О нем говорится, что Бог дал в уста его свиток книжный, который исписан был внутри и снаружи, и написано на нем плач и стон и горе. И он съел его, и было в устах его сладко как мед. А об апостолах не так, но явились им языки как бы огненные. Итак, почему там свиток и письмена, а здесь язык и огонь? Потому что тот шел обличить грехи и оплакивать иудейские бедствия, а эти шли истреблять грехи вселенной. Посему тот получил свиток для пометования о грядущих бедствиях, а эти получили огонь, чтобы попалить и истребить все грехи вселенной. Как огонь, упав втерния, легко истребляет его всецело, так и благодать духа истребляет грехи людей. призвучит истребляет грехи истребляет . Истребляет логин, истребляет с целью Продолжение следует...